Шум работающей техники и строительная пыль жителям улицы Карла Маркса неудобства не доставляет, скорее наоборот радует. Ведь это значит, что в скором времени произойдут изменения. Да еще какие! 15 июля стартовали работы по замене канализационных сетей. К слову, они не подвергались ремонту с 1937 года. Завершить работы специалисты предприятия Брест Водоканал планируют до конца лета. Работы будут делаться поэтапно, по участкам. Начинаем от Мицкевича и до улицы Пушкинской, потом идем выше от Пушкинской Гоголя и уже последний этап это будет от Мицкевича до Орджоникидзе. В принципе, весь центр построен был аналогично от улицы Карла Маркса, это 1935-1937 год. В принципе, все коммуникации там находятся, мы так думаем, в таком же состоянии. Но в связи с тем, что мы не можем раскопать весь город и сделать одномоментно, все, поэтому будет это проводиться поэтапно. Всего на этом участке проложат 800 метров новых коммуникаций. Трудиться будут по 12 часов без выходных. Работа разделена на три этапа. Первый – подготовительный. Самый сложный, с помощью каналопромывочной машины будет осуществляться гидродинамическая промывка всей канализационной сети. Затем запустят робототехнический комплекс. Включает в себя камеру, которая будет опускаться в колодец. Она будет ехать, перемещаться по трубопроводу и передавать сигнал, картинку наверх. То есть, в принципе, мы каждый, можно сказать, сантиметр данной канализационной сети просмотрим, где нам больше придется усилий потратить на ее перекладку, где меньше. Ну, в общем, как говорится, глубина 4,5-5 метров. Никто не знает, что там. 37-й год постройки. Поэтому все будет постепенно, поэтапно, в общем, планомерно будут производиться работы по перекладке. И только после чистки, промывки и видео исследования начнется процесс замены. Раскопают котлован и приступят к работе. С инженерной точки зрения работа предстоит и непростая. Но специалисты Брестводоканала имеют хороший опыт в подобных проектах. Да и всей необходимой техникой обеспечены к тысячелетию города. Аналогичные ремонтные работы проводились на Бульваре Космонавтов, Партизанском проспекте, улице Родженикидзе и Янке Купалы. Продолжение следует...